Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Сразу перейду к сути, потом уже буду объяснять. Мы продолжаем с вами двигаться в блокчейн. Сейчас мы с вами разберем все уроки. Так как я рассчитываю, что с блокчейн работают новички, что нам понадобится? Во-первых, мы будем писать в формате JSON. Почему? Потому что мы будем работать дальше с эфиром, да, и мы видим, что есть библиотека Вики Эфир, да, и здесь есть Go, C++, Python. То есть, ну понятно, что и JavaScript будет с ним работать, потому что это родное. То есть реализовано, да, то есть по сути дела проблем у нас не возникнет. Django, если нам понадобится работать с Django, с блокчейн тоже поддерживает JSON. То есть, зачем я это говорю? Те ребята, которые еще не начали разбираться в JSON, они разберутся. Для этого надо один вечер, честно вам говорю. Ну, дальше в уроках. Значит, мы с вами сейчас напишем весь этот код ручками. Наша задача в чем убедиться? Наша задача убедиться в следующем. То есть, написать код, написать функцию, реализовать несколько блоков блокчейн. И, по сути дела, на выходе вы должны спровоцировать вмешательство хакера. То есть, по сути дела, у нас после вмешательства в любом случае оригинальный хэш у нас получается один, а после вмешательства другой хэш. Правильно? Правильно. Теперь, стоп. Теперь, стоп. Сайт, на котором найти уроки, это школа блокчейн spb-retout.ru, школа Бовсуновского. Сразу для новичков скажу. Для изучения Python вы переходите на сайт spb-retout.ru, он тоже есть. То есть, я дам почитать, хотите стать программистом, как правильно изучать джанго и так далее, и так далее. Изучите Python с нуля, и все будет у вас нормально. Но, давайте мы, на чем мы останавливаемся. То есть, по сути дела, начали мы с простых вещей. Быстрый старт блокчейн. Здесь все очень просто. Берем, просто по порядку смотрим, как работает блокчейн. На пальцах объяснил, ну, проще некуда. Второе. Второе. Далее. Переходим по ссылочке. Мы с вами познакомились с такой вещью, как США 256. То есть, работа с хэшами, то, что используют биткоин, то, что используют сегодня все. То есть, мы написали первый хэш. И, как вы заметите, потом мы уже хэш США 256 уже будем использовать на практике. Попытаемся. И сразу мы... Я вас хочу подвести к конечному результату. Да, что если вы смотрели... Если вы смотрели... Быстрый старт блокчейн, да, то есть, как работает блокчейн. Там мы уделили определенное понимание майнингу. И... А здесь нам в простом объяснении... Это, чтобы понимать, надо посмотреть эти уроки. А здесь в простом объяснении для нас важно понять. То есть, по сути дела, мы должны из этого простого кода сделать... Сделать вывод. То есть, как добавляется следующий код. Хотя... Следующий блок. Хотя это на будущее, но мы должны понять, что нам понадобятся еще две вещи. Согласие и подтверждение, да. Конечно, код будет тогда сложнее, но пока не полезем в это. Почему мы это будем делать? Ну, вот давайте мы посмотрим. Сейчас код... Код... Разный, да. Но если бы, допустим... Пусть в этом простом очень блоке, да, Мы попытаемся вмешаться. Вот у нас блок 3, да. И первый элемент 0, второй 23. Если, конечно, не было бы подтверждений, да, и проверок, То, в принципе, хакер мог бы вмешаться. Почему? Потому что блок 3, элемент 1 у нас было 23. В данном случае, конечно, мы бы получили, смотрите, два идентичных кода, да. То есть, по сути дела, вмешался в блокчейн и вывел, да, если считал там данные. Но данных намного больше. Поэтому все данные записываются, что в реальном блокчейне практически невозможно. И поэтому был придуман майнинг, да. И, в конце концов, мы сейчас просто видим данные, да. То есть, получение согласия мы должны прийти к тому, что все участники сети будут согласны, что операция верная. Поэтому, чтобы вот таких вещей нельзя было случиться, Ну, в данном случае мы угадали, грубо говоря, только транзакцию. Но ведь, если вы правильно смотрели, да, здесь, то основное значение имеет и сообщение, да. И сообщение. И сообщение. И сообщение, и имя, и проверка. То есть, много-много чего имеет. Поэтому, в данном случае мы просто показали, что, если бы это было не защищено, то, по сути дела, там что-то одно угадать можно. Но все угадать нереально. Поэтому, в реальном блокчейн, в реальном блокчейн, если мы вносим любое изменение, и оно не соответствует, то, конечно же, результат после вмешательства будет совершенно иной, да. То есть, будет нарушено оригинальный хэш, начиная с 53, а результат после хакерской атаки 1b08 и так далее, и так далее. Опять, ребята, только не надо говорить, что блокчейн, там, дырявый. Я просто показал, потому что я видел элемент. И это очень простой код и очень один элемент. Но на самом деле полей намного больше, да. На самом деле еще реализуется, как мы будем обсуждать, и мы должны прийти к этому, что у нас появилось понимание блокчейна. Основное согласие, подтверждение, да. То есть, много-много вещей. То есть, много уровней защиты. В данном случае, даже если прочитать, там, ну, не знаю, по крайней мере, угадать нереально что-то, да, вломиться в эту структуру, потому что пойдут полностью изменения. Ну, а сейчас, со следующего курса, давайте все-таки приступим, именно писать код будем. Значит, запоминаем нашу, еще раз напоминаю, нашу цель. У нас сейчас две, как бы, цели, потому что мы работаем с новичками, да, будем считать. То есть, мы въедем, кто не въехал еще в JSON, да, это формат передачи данных, который считается всеми программами практически, и на сегодняшний день добавлено большое количество языков. Мы будем, я хочу, чтобы вы начали работать JSON, если вы раньше этому не придавали значения, то, в принципе, не в принципе, а в работе с блокчейн, это просто необходимо, да. Потому что мы будем впоследствии работать с эфиром, да, Ethereum, реальными системами, да. Но сейчас для нас стоит вопрос вообще написать самые простые блоки и понять вообще, как это работает, да. Что такое блокчейн, там в 10-20 строчках кода. Ну, по сути дела, правильнее сказать, ну, надо же с чего-то начинать, правильно? Вот, ребята, и начнем. Хотя, в данном случае, вот здесь, вот здесь надо было бы еще добавить смарт-контракт, да. Мы на них смарт-контракт, который и будет включать все эти вещи, да, согласие, подтвердение. То есть, все уровни защиты, все уровни защиты. Но мы к этому придем. По крайней мере, мы себе сейчас делаем следующее. Первое, напишем код, поймем, вот блоки содержат некие данные, да. В данном случае у нас будут содержать просто деньги, да. Значит, блоки формируются определенным образом. Блоки и в реальности, и в реальности, и далее кодируются при помощи США-256. Мы рассматривали, что это такое. Это поддерживает и Python с коробки, да, при помощи библиотеки Hashlib, да. Ой, да-да-да, раздакался. Так вот, то есть, вот это поймем, возьмем на вооружение сериализацию, да. То есть, заворачивание объектов в JSON, передачу, потом разворачивание и так далее, и так далее. И к концу мы должны прийти к выводу, что, да, блоки мы научились писать, но для блокчейна этого мало. То есть, нам не хватает смарт-контракта, который бы содержал согласие, подтверждение. То есть, мы должны с нечего начать, и у нас должно быть некое простое объяснение, а что должен содержать блокчейн. И дальше уже будем стараться работать, и придем к эфиру, и так далее, и так далее. Для новичков ссылки в описании видео. Сразу я сказал, первая ссылка на уроки, а не бесплатный блокчейн, чтобы начать. Далее вы просто покупаете пожизненный доступ, и с Python, школа spb-tut.ru, Python Django. Django обязательно, потому что нам понадобится серверная часть, проще понять серверную часть, кроме того, что изучить Django, нет. Ну, а пока будем разговаривать о блокчейне. В принципе, вы меня должны были услышать, да. Не удивляйтесь, уроки действительно простые, идем с самого нуля, подбираемся к блокчейну издалека. То есть, по сути дела, вытаскивай наработки, которые нам пригодятся, чтобы у вас было время начать спокойно заниматься, развиваться в правильном направлении. Блокчейн нужно изучать, почитайте главную страницу, я попытался описать главные вещи. По сути дела, грубо говоря, это способ, который дает возможность зарабатывать и пользователю, и разработчику. Это очень важно. В ближайшие 20 лет будете сработать. Спасибо за доверие. Идем дальше.